Сегодня заместитель главы Сочи Ирина Романец провела совещание с руководителями всех муниципальных управлений. Основная задача привлечь к акции как можно больше сочинцев. В рамках Дня здоровья жители смогут проверить свое состояние не только в больницах и поликлиниках, но и на территории всего курорта. В рамках акции ее участники смогут попробовать себя в спортивных состязаниях. Это такой олимпийский привет. И теперь для того, чтобы не потерять вот этот градус, эту общегородскую атмосферу, эту атмосферу добра, спорта, совершенства, мы, городские власти, сегодня думаем над тем, каким образом жителей нашего города продолжать стимулировать на занятия спортом, на отношение к своему здоровью. С 9 утра до часу дня в воскресенье запланирован день открытых дверей в городской поликлинике номер 1 на улице Конституции. Там можно будет пройти обследование и посетить специалистов. В 10 часов в парке имени Фрунзе свои возможности представят различные городские клубы – танцевальные, спортивные, военно-патриотические. Там же пройдут мастер-классы спортшкол и консультации фитнес-тренеров по занятиям на городских тренажерах. Активные и веселые смогут принять участие в конкурсах и флеш-мобах. С 11 до 13 часов масштабное действие начнется на площади у Морпорта и Набережной. Все это будет сопровождаться выступлениями городских танцевальных коллективов. В Адлере подобное мероприятие состоится в парке культуры и отдыха, а в Лазаревском воскресенье можно будет получить консультации врачей в детской и взрослой поликлиниках. Узкие специалисты 6 апреля также проведут прием в поселке Салахаул. Многие жители уже отметили важность этого проекта и хотят принять в нем участие. Не приходится сейчас запрещать врачей, потому что занят, а как бы эту акцию было бы свободного времени, безусловно, посетили бы. Я считаю, что это очень правильное решение и нужное, потому что у нас в городе очень много людей, иногородних, во-первых, приезжают. Я хочу сказать, что это обязательно нужно уделить внимание на здравоохранение. Это очень хорошая программа. Вы знаете, что вот я, например, сама не любительница ходить по врачам. Но вот если, допустим, я выйду в город и я увижу, где проводится вот эта акция о здоровье, я с удовольствием прийму в ней участие. Я считаю, что это будет очень удобно. Следующая крупномасштабная оздоровительная акция пройдет 31 мая. Посвящена она будет Международному дню борьбы с курением. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.